Во имя Иисуса Христа, Господа нашего. Амэн. Спасибо. Садитесь, дорогие. Я хочу поблагодарить пастора Сергея за теплые слова, которые он сказал в адрес наш, и за вот эту привилегию, которую он дает. И вот всякий раз, когда я бываю в Америке, побывать в вашей общине и послужить словом. Я слышал поздравления с этим прекрасным светлым праздником Рождества Христового. Я также хочу вас, дорогая церковь, истинно поздравить с Рождеством Христовым. Я желаю, чтобы познание истины умножалось в вашей церкви, чтобы благодать Божия умножалась в вашей церкви, чтобы дары Духа Святого были в полноте высвобождены, чтобы вы распространились не только в этом городе и в этой стране, но по всем континентам этой земли, чтобы вы были носителями Евангелия Его на этой земле во имя Иисуса Христа. Аллилуйя. Друзья, дорогие, я слышал, как пастор говорил, цитировал слово, Божие, о том, что в последние времена люди будут пить, есть, строить дома, выходить замуж и жениться. И такой случай хороший, вот как раз у вас предстал, вышли молодые, он их позвал и благословил на новую жизнь, объявил невестой и женихом, брата и сестру. И немного сказал об этих молодых людях. Я сегодня приготовил тему проповеди, которая называется «Смотри, как строишь». Вот эти молодые люди, они начнут строить свою жизнь, начнут строить семью. Слово Божие, обращаясь к нам, говорит «Смотри, как строишь». Первое послание Коринфянам, 3 глава, 10 стиха. Апостол Павел говорит «Я, по данным мне от Бога благодати, как мудрый строитель, положил основание, а другой строит на нем. Но каждый смотри, как строит, ибо никто не может положить другого основания, кроме положенного, которое есть Иисус Христос. Строит ли кто на этом основании золото, серебра, драгоценных камней, дерева, сена, соломы? Каждого дело обнаружится, ибо день покажет, потому что в огне открывается, и огонь испытает дело каждого, каково оно есть. У кого дело, которое он строил, устоит, тот получит награду. А у кого дело сгорит, тот потерпит урон, он, впрочем, сам спасется, но так, как бы из огня». В 10 стихе апостол Павел говорит, что под данной ему от Бога благодати, как мудрый строитель, он заложил основание. А другой строит на нем, но каждый смотри, как строит. Он обращается к каждому человеку, говоря «Смотри, как строишь». И вот здесь апостол Павел говорит, любое строительство, оно претерпит испытания. И он здесь говорит, придет время, когда дело каждого обнаружится, и день покажет, потому что в огне открывается. Не просто испытание, а испытание огнем. Друзья дорогие, Господь Иисус, когда был на этой земле, о нем сказано, что Он будет крестить нас Духом Святым и огнем. Мы как-то, вот когда услышали крещение Духом Святым, и когда мы стали вникать в этот вопрос, нам как-то это сильно понравилось. Когда мы получаем крещение Духом Святым, мы обретаем силу быть свидетелями для Него до краев земли. Дары Духа Святого высвобождаются. Мы имеем общение с Ним. И с самого начала, когда мы слышали о том, что есть такое крещение Духом Святым, Иисус крестит, мы такую ревность проявляли, чтобы получить крещение Духом Святым. Но мало кто из нас задумывался о том, что придет время, когда Господь будет крестить и огнем, не только Духом Святым, но и огнем. Друзья дорогие, каждый человек пройдет испытание огнем, и он проходит. Для чего? Задается вопрос. Для чего? Когда вникаешь в Него, понимаешь, огонь нужен для того, чтобы каждому человеку, во-первых, понять, где он стоит. Каждый человек, он имеет свою оценку, он сам себя оценивает. Сама оценка может быть занижена, а может быть завышена. В огне познается, в огне все ставится на свои места. Иногда бывают моменты, когда человек проходит в этой жизни, и он для себя открывает Господа, таким, как он есть. Глаза его начинают видеть Господа. И Ов проходил испытание огнем. И когда он проходил испытание огнем, прошел его, он сказал такие слова, «Я только слухом уха своего слышал о нем, о Боге, но теперь глаза мои видят его». Друзья, дорогие, когда прочитываешь книгу Иова, видишь, какие страдания он проходил. Я могу представить этого человека, как он задавался вопросом, «Господи, зачем все это мне?» Он был человек богобоязненный, он был человек, который любил Бога, человек, который старался поступать по правде, человек, который молитвы совершал, посты совершал. И вдруг такое случилось. Пришли враги, скот увели, пришли враги, погубили семью, ветер налетел, кровля упала, побила родных, и вестик идет за вестиком. Представляете, он слышит эти вести, эти ужасные вести, и с содроганием сердца воспринимает это все. Но, друзья, дорогие, написано, он не согрешил, когда высвобождал слова. Бог дал, и Бог взял. Когда услышала его жена, родной, близкий человек, что случилось, говорит ему, «Ну что, ты до конца будешь стоять в этой непорочности? Похули Бога и умри!» И он нашел, что ответить этой женщине. И он не согрешил в этом ответе. Огонь длился немало времени. Некоторые думают, это годы, годы претерпевал. Нет. Богословы, изучая жизнь Иова, пришли к выводу, примерно 9 месяцев это испытание длилось. Но он вышел с честью из этого испытания. Друзья, вы когда-нибудь видели развалины? Развалины могут быть не только здания, развалины могут быть в семейной жизни, в бизнесе, во многих сферах. И когда ты смотришь на эти развалины, знаете, иногда печаль приходит в сердце. О чем говорят развалины? О том, что основание вот этого строительства, неважно, что там было, здание или же семья, основание было кривое, основание было неправильным, основание было непрочным. И когда пришло и пришли колебания, то основание не выдержало этих колебаний. И все то, что оно держало на себе, упало, разрушилось. Все хотят жить красивой жизнью, особенно молодые люди. Хочется сразу все иметь. Хочется иметь хорошую работу, хорошее образование, хорошую семью, но немного людей задумывается об основании того строительства, которое они начинают в этой жизни. Все хотят жить красиво. Друзья дорогие, Бог не против красивой жизни на этой земле, не против благословенной жизни на этой земле. И Он помогает человеку, говорит, строй на правильном основании. А что является и кто является основанием жизни? Иисус Христос, Он является основанием жизни на этой земле. Евангелие от Луки 6, глава 47, 49, по 49 стихи. Сказано, «Всякий, приходящий ко мне и слушающий слова мои, исполняющий их, скажу вам, кому подобен. Он подобен человеку, строящему дом, который копал, углубился и положил основание на камни. Почему, когда случилось наводнение, и вода наперла на этот дом, то не могла поколебать его, потому что он основан был на камни. А слушающий и неисполняющий подобен человеку, построившему дом на земле без основания, который, когда наперла на него вода, тотчас обрушился, и разрушение дома всего было великое». В Одессе Иисус открывает три категории людей, которые приходят к Нему. Есть приходящие, есть слушающие, есть исполняющие. И можно увидеть эти категории людей своими глазами. Есть люди, которые приходят в церковь, и для них общение в церкви это как тусовка, обменяться новостями, задать вопросы, получить ответы, попить кофе, может быть, вместе пообедать и уйти до следующего воскресенья. А есть люди, которые приходят сюда, и они открывают свой слух для того, чтобы слышать. И Господь говорит, имеющие уши, да слышит. Есть люди, которым Господь дает слух, слышать. Но он может слышать, имея уши, слышать, слышать, а может и не слышать то, что говорится. Но вот здесь человек приходящий, и есть еще слушающий, открывает свой слух, чтобы услышать истину. И некоторые люди, слыша истины, которые проповедуются со сцены, пасторам, его помощниками, принимают эти истины. Они им нравятся, они соглашаются с ним, соглашаются с тем словом, которое они слышат. И это слово остается вот здесь, на уровне разума. Они слушающие, но не исполняющие. Что это такое? Застревают где-то вот здесь, на уровне разума, слова Писания. Друзья, дорогие, это состояние человека не очень хорошее. Он может говорить, что он христианин. Он может даже сказать, когда он принял крещение, крещение водное. Он может даже сказать время, число и год, когда он покаялся. Он может говорить, что уже 5-10 лет ходит в церковь. Он может цитировать Священное Писание, но оно застревает вот здесь, в разуме и не опускается в сердце. На примере можно понять такого человека. Молодой человек по имени Ваня полюбил девушку, Машу. Пришел к отцу, говорит, папа, я хочу жениться. Папа спрашивает, Ваня, а кто твоя избранница? Он говорит, моя избранница, Маша, а она верующая, из какой семьи? Папа, она из семьи милиционера. Уа, сынок, она в церковь ходит? Нет, папа, она хороший человек. Сынок, но хороший человек это не профессия. Как вообще она относится к вере? Она знает, что ты верующий? Да, папа, верующий. Да все будет нормально. Она очень хорошая. Сынок, давай посмотрим, что говорит Писание. Ты хочешь начать строить новую жизнь, строить семью. Что говорит Писание? Нам нужно, тебе нужно будет крепкое основание построить, чтобы на этом основании возводить строение семьи. И он подкрывает ему, вместе с ним сидит, изучает Писание, говорит, смотри, написано, можешь жениться на ком хочешь, но избранница должна быть Господи. Она может жениться, выходить замуж за кого хочет, но должен быть Господи. И это основание. И он долго ему говорил, ты согласен, Ваня? Он говорит, согласен, папа. Я согласен со Словом Божьим. Да, но истинно, согласен. Давай помолимся, давай. Начали молиться. И он говорит, сынок, молись Господу, просто помолись. Ваня помолился, а в конце говорит, Господи, пусть будет воля Твоя, а Машка моя. Друзья дорогие, вы знаете, что получается? Вот все, что в сердце приходит, все, что в сердце приходит, победит разум. Если в сердце побеждает разум, если в сердце не живет Слово Божие, а живет философия жизни, она победит то, что в разуме. Написано в песне песней, «Я сплю, а сердце мое бодрствует». Если сердце жестокое, если оно жестокое, и человек уснул, сердце не меняется. Просыпается человек с таким же жестоким сердцем. Если сердце жадное, и он что-то делает, и потом ложится спать на ночь, и он он спит, а сердце бодрствует, оно не меняется. Меняет сердце Слово Божие. Когда ты принимаешь Слово Божие, ты слышишь его, и когда ты позволяешь ему опуститься в глубину сердца своего, и оно начинает жить там, ты начинаешь исполнять то, что оно говорит. И тогда это слово, оно победит все. Сердце победит. Но если в сердце присутствует философия жизни, твои мечты, твои желания, а слово Божие застрял где-то в разуме, ты находишься в категории людей, приходящих и слушающих. Но Господь говорит, что если ты подобен человеку, который приходишь к нему, слушаешь, исполняешь слово, ты подобен человеку, который строит дом, который копал, углубился, положил основание на камни, и когда случится наводнение, и когда вода будет напирать на твое строение, оно выдержит, оно выдержит, и ты победишь, ты прославишь Бога. Но если ты находишься в категории людей, приходящих или слушающих, ну не исполняющих, придут колебания и разрушат все то, что ты строил, неважно, это твой бизнес, или это семья твоя, или может быть церковь. Друзья дорогие, Иисус Христос говорил ученикам Своим, за кого принимают меня люди. Ученики говорят, они принимают тебя за великого учителя, другие говорят, за пророка, третий говорит, за Илью пророка. Он послушал их и спрашивает, а вы за кого меня принимаете? И такое молчание в ответ, а потом встает апостол Петр и говорит, Господи, ты сын Бога живого. Знаете, реакция Христа была какой? Он ему в ответ говорит, блажен ты, Симон, Петр, Симон, блажен ты, потому что не плоти кровь открыла тебе это, но открыл тебе Отец Небесный. И он говорит, ты камень, и на том камне я построю церковь. Некоторые люди думают, что Господь на Петре построил камень. Нет, друзья, церковь свою. И он говорит, что на церковь придет давление ада, врата ада не одолеют ее. Даже вот такое строение, как церковь, она будет претерпевать давление, попытается одолевать врата ада, но Бог сразу сказал, не одолеют. Почему? Там основание. А какое основание? Друзья, не Петр был основанием церкви, но откровение, которое он получил о Христе, это было основанием, на котором Иисус Христос поставил церковь свою. Друзья, дорогие, церкви строятся по всей земле и строятся в Америке, в России, в Украине, в Израиле, в Африке, на всех континентах земли. Они не строятся на Петре, они строятся на откровении, которое Бог дает, кто есть Иисус Христос. Этим откровением является основание, камень, и когда человек, которого Бог призывает к служению, к пасторскому служению, имеет это откровение, он открывает церковь, и он начинает строить, друзья, дорогие, и когда он строит, правильно строит, приходит врата ада, чтобы одолеть, и они не могут одолеть, церковь устаивает, и она побеждает. Друзья, дорогие, церковь нет подобной ей, она грозная, как полки со знаменами, она сильно не может одолеть враг. Когда мы говорим за основание, вот здесь Иисус говорит, тот, который копает, тот, который углубляется, и который ставит на скале свое строение, оно устоит, и Он показал, как нужно копать. Знаете, вот в физической сфере, вот в жизни, нашей жизни, в которой мы живем, если взять, если взять строительство домов, то мы видим такую удивительную вещь, когда приходят потрясения, я видел снимки, снимки вот этого, вот этих посредств потрясения на Филиппинах. Мы были на острове Сибу с пастором Даниэлем Розен, и мы там благословили, молились и благословили, благословили служителей и образовали церковь на этом острове. И когда произошло это землетрясение, нам прислали фотографии, потому что эпицентр был недалеко. Вы знаете, эта церковь, они построили здание, и очень много было разрушено вокруг, а эта церковь, как вот здание устояло. И они говорят, во время землетрясения и после этого очень многие люди стали приходить из этой местности, к ним церковь каяться и получать спасение. Что-то произошло. Они видели, даже они показывали, присылали фотографии мне на e-mail, мост, который был через реку, он разрушился, но здание устояло. И люди, которые были в церкви, они получили еще больше силы для того, чтобы выстоять и служить Господу. Я увидел такую картину, многоэтажные здания устояли в этом землетрясении. И я сам строитель, я заканчивал в России техникум, красный диплом получил, промышленно-гражданское строительство, факультет. И вот мы изучали удивительные вещи. Вот когда строится огромное здание, недостаточно только основания для Него, недостаточно. Основание должно быть глубоким, оно должно быть глубже глубины промерзания. В разных частях вот этой земли на разную глубину закладывается основание, потому что приходит определенное давление, это могут быть заморозки, это может быть движение земли. Но если здание высокое, если оно имеет много этажей, 80 этажей, 100 этажей, одного основания недостаточно, что делают? Заводят тросы определенной толщины, и он может быть в здании ни один и ни два, могут быть десятки тросов, которые закреплены к основанию, к этому фундаменту, и к самому скелету этого здания, к этой основе эти троса удерживают, когда приходят колебания. И работают целые бригады, подключены к компьютеру, они всякое колебание регистрируют, и каждый день проверяют, если трос ослаб, они его, они наполняют специального человека, который подтягивает троса. Если взять Останкинскую башню, которая стоит в Москве, она имеет 170 тросов, которые держат ее и связывают с основанием, 170 тросов, и каждый день проверяется натяжение троса. Когда поднимаешься на самый верх этой башни, то эта башня, она качается от своей силы на 20 метров, представляете, вот такие колебания идут, этой башне 20 метров, с земли не видно эти колебания, но башня качается. Что удерживает ее основание и троса? Я задумался вопросом, вот таким вопросом, а что является вот этой силой, которая удерживает нас, когда приходят колебания? Основание это одно, упование, друзья дорогие. Упование это тот стержень внутренний, который связывает нас с основанием. Чем больше наше строение, чем больше наша церковь, чем больше продвигаемся и мы становимся видимыми до этого мира, тем больше должно быть упования у тех, кто стоит впереди, у пасторов, у служителей, потому что приходит это давление, но упование, вот этот основной стержень, он всегда связывает этого человека с Господом его, с основанием. Друзья дорогие, у каждого человека, вот по мере его строительства, у каждого человека толщина этого троса или же уровень этого упования разный. Господь также говорил такие вещи, вот в Ветхом Завете он сказал о камне, который он положит в основании на Сионе. Он говорит, посему так говорит Господь Бог, глава 28, книга Порока Исаия, 16 стих, вот я полагаю в основании на Сионе камень, камень испытанный, краеугольный, драгоценный, крепко утвержденный, верующий в него не постыдится, и поставлю суд мирилом, и правду весами, и градом истребиться убежище лжи, и воды потопят место укрывательства. Друзья дорогие, вот есть основание, которым является Иисус Христос, и когда мы строим, неважно, или это семья, или это церковь, что бы то ни было, краеугольным камнем нашего строительства должен быть Иисус Христос. Он драгоценный, Он испытанный, Он крепко утвержденный, верующий в него не постыдится. Что такое краеугольный камень? Друзья дорогие, когда исследовал этот вопрос, я обнаружил такие вещи. Вот в этом мире говорят, что краеугольным камнем является что-либо существенное основного всего построения, то, что вкладывается в основу. Вот взять таблицу Менделеева, краеугольным камнем, она является краеугольным камнем химии. Если взять философию, то краеугольным камнем философии является логиком. Если взять жизнь человека, вот красивая, та, которая должна быть в Господе, краеугольным камнем должен быть Иисус Христос. Если взять церковь, краеугольным камнем должен быть Иисус Христос. И Он видимый. Друзья дорогие, Он является нашим основанием, об этом основании сказал апостол Павел, Он заложил, да, течение, Он заложил все, как бы к основаниям скала, на нем строится. Но когда мы что-то возводим в углу этого строения, закладывается краеугольный камень. Краеугольный камень это то, что ставится во главу угла, и он является соединительной частью смежных стен, перпендикулярных стен, допустим, вот этой стены и следующей, которая идет по 90 градусов, краеугольный камень связывает. И когда мы смотрим на краеугольный камень и возводим строительство, мы должны в строительстве сверять вертикаль и ровность этой поверхности. Если его не будет, очень трудно это делать. И когда мы идем по жизни, что бы мы ни строили, мы сверяем через Слово Божие свою жизнь, мерилом правды, друзья дорогие, мерилом правды, оно должно быть у нас. Я наблюдал такую картину, когда строил один подрядчик в Израиле, строил опалубку, и ему нужно было бокс построить 6 метров в длину, 3 высотой и ширину 3 метра. И вот когда он начал опалубку строить, она просто глазом видно, что ее закосило в сторону. А толеранс по документации был дан по диагонали, всего 1 сантиметр можно уйти туда-сюда. Ну, и я так подошел, говорю, у тебя вообще неправильно выставлено палубку. Нет, говорит, это говорит буль, это вот так, это все точно, вот смотри, берет уровень, ставит, я смотрю, в глаза не верю, уровень показывает точно буль. А меня предупредили, я эту историю рассказываю в жизни своей. Я работал на построительство дорог и в качестве инженера и мне поручили все бетонные работы, которые на дорогах были, вот эти вот под дорогой переходы для сельскохозяйственных машин нужно было сделать из железобетона, все поручили мне делать. И там были очень жесткие правила. А мне говорили, смотри, вот рабы, есть хорошие строители, а есть такие, которые, вот для них в строительстве, ну, так в шутку говорят, метр туда, метр сюда, это не расстояние. Будь, говорит, очень аккуратным и смотри, как они делают. Знаете, вот я приходил, я пришел, смотрю, они этот бокс, ну, вот строить, это что-то было непонятно. Я говорю, послушай, давай проверим уровень. Дает уровень, проверяю, точно, уровень показывает правильно, глаза показывает, он неправильно выставляет. У меня в машине был уровень, я говорю, я сейчас своим проверю, беру уровень, ставлю, показывает, ну, кость. Он говорит, нет, твой уровень неправильный. Вот попробуй докажи, я говорю, хорошо, берем метр и по диагоналям толеранс проверяем, это еще одна проверка, проверяем, там, где толеранс должен быть, один сантиметр, у него 30 сантиметров расхождения. Я говорю, убирай, разбирай, по новой делу, вот тебе уровень, этот выброси. А я еще заметил, он на тем уровне пользовался, как молотком, он грузи забивал. Друзья дорогие, нельзя, есть мерило правды, мерило правды, ты не можешь оценивать свою жизнь философией человеческой, не можешь, там столько лжи, столько неправды. А написано этот камень, он камень соблазна, драгоценный камень краеугольный. И на кого он упадет, того раздавит. И кто на него упадет, разобьется, что-то такое. Друзья дорогие, есть люди, которые пытаются спорить истину Божию, своей философией, просто падают на эту истину Божию, они разбиваются, потому что их философия не выдерживает той истинной правды, которая в Иисусе Христе сокрыта. Написано он проверенный, крепко утвержденный камень, который Бог в основании на Сеоне ставит. И те, которые попытаются что-то свое делать, приходить ко Христу со своей философией жизни, и Господь иногда посылает этот камень, даже в жизнь верующих людей, чтобы разбить эту философию. Приведу пример. Бывает, человек начинает строить свою жизнь, и знаете, как бывает? Вот построил семью, начала жизнь, дети рождаются, а он избивает свою жену. Вот просто бьет и все. Дети рождаются, детей бьет, у него не хватает слов, чтобы там объяснить, как-то наставить, настроить. Это его философия. Он говорит, так родители мои поступали, так мой папа поступал, он бил маму. И все было нормально, я же вырос, и я так буду делать. Друзья дорогие, философия эта, человеческая, она долго не продержится, будет послан камень, разобьется, разобьется, разобьется. Человек через огонь пройдет, человек пройдет через многое, но он не может, ничто нечистое не войдет в царство Божие. Знаете, я когда думаю об этом краеугольном камне и размышляю, я просто Бога благодарю за то, что Он дал всем нам эту великую возможность, вот это мерило, просто сверять свою жизнь во всех отношениях. Это просто великое мерило. Иногда мы можем, знаете, вот даже приходя в церковь, мы можем в этой рутина жизни как-то двигаться по жизни, некоторые вещи, знаете, допускать некоторые вещи в своей жизни неправильные, но Слово Божие говорит, что мы должны сверять свою жизнь, опускать услышанное Слово в свое сердце, быть исполнителями Слова, и это для блага, для нас. Иногда нужно остановиться и проверить, а правильно ли я иду, по Слову ли я поступаю. Это помогает нам построить красивую жизнь. Друзья, дорогие, у нас вот как бы в Израиле хорошая страна, вот пастор заметил, что там много строительства есть, да, так оно, то, что он сказал, это правильно, строится Израиль, слава Богу. На определенном этапе вот я как бы обратил такое внимание на такую вещь, что многие церкви в Израиле, они не имеют своих домов, молитвы, не имеют залов, и много, многие церкви, они сталкиваются с этой трудностью, им приходится снимать эти залы, и цены, ну, большие платят за это удовольствие. Знаете, на определенном этапе вот я размышлял, я в этом иду уже много лет, и размышлял, я как-то вот внутри, вот пришло мне, Господи, дай зал нам, дай нам эту возможность просто вот построить зал, чтобы он был большим, чтобы тело Христово могло его использовать, там на конференции всегда нужно снимать дворец нации, и это большие деньги. А у нас уже, вот мы вышли в такое служение, когда каждый год мы два раза в году снимаем большие залы, зал конгрессов, там на 2000 человек, и устраиваем конференции. Знаете, вот пришло это в сердце, такое желание построить зал, и когда стал размышлять, я просто понял, что я, вот это строительство, оно хорошее, оно правильно, но будет благоволить к этому Бог. И знаете, стал вот копать просто в Писании, и как-то пришло в сердце такое слово, он говорит, вы свет этому миру, никто не ставит свечу под свечей, чтобы скрыть ее, скрыть этот свет, а наоборот на видном месте ставят. И он говорит, что верующие люди, церковь, это город наверху горы, и он не может укрыться. Знаете, вот это слово так зашло в сердце моем, я стал это провозглашать, я стал молиться, и в церкви стал говорить, что, знаете, так хочется быть этим городом, видимым, чтобы мы могли нести от Евангелия не только вот для себя вот быть какой-то подпольной церковью, но видимыми, видимыми быть на этой земле, в земле Израилевой. Знаете, когда это стало приходить, захватывать сердце, мою душу, пришло такое желание построить, создать проект, концептуальный проект. И, знаете, подключил там бизнесмена одного, и он создал проект, и он советовался со мной, я свои желания подсказал, мысли некоторые, и когда они, когда его группа архитекторов работала, и они сделали этот проект и подали, я, конечно, был, ну, как-то сильно захвачен, и он спрашивал пастора, насколько бы ты мест хотел бы, здания? Ну, я говорю, знаете, вот вера есть на 1300 мест, вот они сделали на 1300 мест, и когда начал я искать, где же найти землю, землей очень трудно, просто трудно, земля дорогая, и трудно найти вот такой проект земли, а еще же не хочется говорить, что ты, как бы, ну, как бы скрывать причину вот этого проекта, надо говорить прямо и правду, вот я так думал, размышлял, советовался со своими людьми, как быть, вот где взять землю, стали молиться об этом, знаете, и вот наступил такой момент, вот Бог стал открывать двери, познакомился с одним человеком, он интересный, он возглавляет общество выходцев и выживших в Холокосте в Израиле, и это большой человек, он вхожий в Кнессет, и его судьба удивительна, он, у него мама еврейка, а папа пастор в Варшаве, поляк, и он говорит, когда приехал в Израиль, он сильно переживал, кем себе считать, считать евреем или христианином, а в Израиле, если ты как бы веришь в Иисуса Христа, то что тебе, как бы, ты уже не еврей, знаете, он сильно мне рассказывал, мучился этим вопросом, и однажды он встретился, он уже образовал круг знакомых, бизнесменов, бизнес вошел, встретился с главным Равеном, и рассказал ему о том, что в его душе происходит, и ему Равен сказал, Андре, его Андре зовут, ты, говорит, в душе своей веришь в Иисуса Христа? Он говорит, да, я верю. Ты веришь, что Он твой Спаситель? Да. Он говорит, знаешь, что я тебе скажу? Оставайся тем, кем ты есть. Тебе не нужно ломать себя. И этот Андрей говорит, я, говорит, вот это услышал, вдруг весь груз, это давление спало с меня. И я, говорит, так и принял это, и вот остался тем, кем я есть, и Бог открыл двери, и Он стал работать вот с такими людьми, которые выжили в Холокосте. И несколько тысяч человек их там, ну, в Израиле. И Он говорит, все знают, что Он верующий, что Его Папа пастор, Его очень принимают с любовью. И Он когда, а я Ему рассказал за этот проект, Он говорит, знаешь что, я тебе помогу. И Он сводит меня с инспектором главным, он член КНЕСИ там, и говорит, вот давай поговорим с Ним, встретимся. Встретились. Тот загорелся, говорит, знаешь, говорит, ну, он спросил за меня, ему рассказал, что я пастор церкви в городе Хайфе, 15 лет мы уже существуем, рассказал об этой мечте, о проекте. Он говорит, я тебя познакомлю с мэром города, там, пригород Хайфе. и говорит, мы этот проект обязательно представим. Знаете, начали, сделали встречу, мэр задал вопросы. Вообще, что мы, чем мы занимаемся и зачем этот проект нужен? Ну, я ему рассказал. Хочу, чтобы он был коммерческим, чтобы мы могли его сдавать, этот зал. А при зале малый зал построить, чтобы там церковь была, определенные офисы и все такое. А этот зал сдавать для бизнес-конференции, для конференции, которые христиане будут устраивать. А мэр задает вопрос, а если будет война или там интифада, коммерческий проект завалится? А я ему еще говорю, будет коммерческий проект и будет хорошо городу, мы будем налоги платить и также мы будем зарабатывать на этом. Говорит, если война будет и завалится, а мы ему говорим, знаете, христиане, евангелисты, христиане, это самые лучшие друзья Израиля, потому что была антифада, были войны, очень многие люди боялись приезжать в Израиль, но, говорю, христиане, они ехали сюда в это время. Он, да, говорит, я знаю, вопрос снят. И он, говорит, я дам землю. Знаете, он, говорит, я дам землю. Он пригласил инженера города и показал план развития города. Говорит, вот тут я строю дома для семей этих молодых. Вот здесь, говорит, будет шоппинг-центр. Вот тут больница, здесь институт. А в этом месте, говорит, могу дать землю. Два участка. Он, говорит, инженера вызвал города, говорит, съезди с нами, вот со мной, там у меня еще один человек был. Покажи им землю. Мы поехали, мы просчитали, сколько надо. А, мы стали с этим разговаривать с мэром. А какой-то зал хочет. Говорю, на 1300. Он говорит, знаешь, это мало. Он говорит, мне бы нужно, говорит, на 3000 мест. Нет в Израиле такого проекта 3000 мест. А тут сидят бизнесмены, с которыми я пришел. Они говорят, а вообще мы думаем, нужно на 7-8 тысяч мест. Я так послушал, думаю, велика вера у них. У меня вера там, ну на 1300. А этот председатель выживший в Холокосте говорит, ты не переживай, говорит, за финансы. Мы, говорит, привлечем бизнесменов, которые вложат в этот проект. Они потом получат свои деньги через 3 года, через 5 лет. И этот проект будет, ну как бы, они будут зарабатывать на этом. Ну, я понял, что мне вот, как пастору, да, я в этой сфере, ну, не понимаю. Просто Бог дает уже бизнесменов, которые мозги свои включают, у которых ум, у которых потенциал, и они работают. Они не видят там, ну, как бы, бизнесменную церковь. Они видят источник заработка. Но у меня там, у меня немножко другая цель. Но самое главное то, что, как бы, мэр, он увидел, кто мы, он услышал, кто мы, и дал согласие. И вот два раза мы встречались, с такой теплотой встречал нас. Это, ну, очень хорошо относился с таким, относится с уважением. Один участок пришлось, как бы, он нам не подошел, потому что сильно прилегает к живым домам, и там нужна зона отчуждения. 50 метров полоса должна быть, потому что шум не должен быть, не должен мешать этим домам. И он говорит, я дам другой участок, в другом месте, тут же, но только на горе. Единственное, нужно ждать, когда переведут его, он уже подал документы, чтобы перевели в статус строительства, он как бы имел статус сельскохозяйственной земли. Друзья, дорогие, что я заметил? Вот когда ты начинаешь что-то строить, ну, как бы, вот, задумал, да, мечта приходит. Если есть основание, основание, вот, ну, просто Иисус Христос, если это не твои там амбиции, не твое желание, но есть основание, вот, библейское, да, вот у меня основание, чтобы городом церковь могла стать наверху горы, и вот это вот живет во мне, у меня просто вот из сердца это выходит, когда я говорю, я рассказываю, я делюсь этим, а Бог реагирует на эти вещи, Бог реагирует. Хочется, чтобы там, в этом строительстве, краеугольным камнем, был Иисус Христос. Я спросил этого, ну, этого бизнесмена, сколько времени может взять? Он говорит, ну, этот проект не спрячешь, он как бы на уровне страны будет. Он говорит, лет пять может взять, пока это все оформится, спонсоров найдут, и все такое. Ну, просто вот поделился с вами этой мыслью, о том, что можно делать с Богом, когда ты находишь под свои вещи, которые ты ходишь построить, основание библейское, основание, которое, которое в Духе Святом, Он дает откровение, Бог дает откровение, но там откровение ты можешь двигаться и строить. Друзья дорогие, Слово Божие говорит, когда мы что-то строим, чтобы мы береглись, берегись, он говорит, берегись некоторых вещей. И вот в одном случае Господь говорит, берегись закваски фарисейской, саддукейской и иродовой. Фарисейская закваска, когда мы изучаем, это когда ты на показ себя ставишь. Знаете, вот даже вот в семье, вот ты достиг чего-то, да, и начинаешь вот на показ это делать. Господь говорит, берегись, ничего хорошего нет. Ничего хорошего нет. Фарисеи, они служили Богу на показ, они любили останавливаться на углах улиц, чтобы показать, какие они святые и праведные. Но этого Бог не хотел. И Он говорит, берегись, это закваска фарисейская. Если есть показуха, то уже эта закваска есть в сердце человека. Господь говорит, берегись. Саддукейская закваска, это закваска неверия. Это закваска, когда человек, вот в Саддукеи, они очень любили роскошную жизнь, и вели развратную жизнь. И когда они, когда вот Слово Божие говорит, если ты только веришь в Иисуса Христа, ну, как бы вот ради вот этой жизни на земле Он тебе нужен, чтобы благословить твою жизнь и дать тебе успех только на этой земле, но не помышляешь о вечности, самый несчастный человек. Это закваска саддукейская. И третий момент, закваска Иродова, это когда ты обладаешь властью, но ты в угоду людям можешь пренебрегать теми, кто под твоей властью. Вот вы знаете, взять Иоанна Крестителя, они его любили, они любили слышать его проповеди, они его принимали, любили слушать, о чем он говорит, но в угоду этой толсовщицы и матери ее, этот Ирод просто убил Иоанна Крестителя. Любили слушать Иисуса Христа, но в угоду людям, в угоду этим первосвященникам, которые кричали, распни, распни его, отдали насмерть. Если есть какая-то власть у тебя на этой земле, позиция, ты не должен делать что-то в угоду людям, ты должен поступать по правде. Знаете, кто-то сказал, что факты и события, которые происходят на этой земле, факты, они нейтральны. Вот происходит факт, ну, например, муж с женой расходятся, это факт, это событие, развод, что-то произошло. Знаете, кто-то нарисует, вот эти факты распишет так в черном свете, в свете чувств своих, и будет это распространять, и будет это неправдой. А тот, у кого Слово Божие живет глубоко в сердце, он этот факт будет смотреть на основании Слова Божьего, и он не допустит неправды, у него мерило правды, он будет говорить так, как это произошло, и такого человека приятно слушать. Приятно слушать. Слухи, информация, она должна проверяться по Слову Божьему, и когда мы позволяем Слову Божьему опускаться в наше сердце, оно производит работу для блага нашего. Вот написано, что среди золотых, серебряных и деревянных сосудов Бог ищет в себе какой-то сосуд, какой чистый. Не самый дорогой, но чистый. Для него дорого, чтобы сосуд был чистый, который он будет использовать. Друзья, когда мы заполняем сердце свое Словом Божьим, оно имеет способность освещать нас и очищать, и Бог будет использовать нас. Друзья, когда мы проходим через трудности какие-то и даже через огонь, друзья дорогие, и мы научаемся поклоняться Ему в этот момент, в Духе истине, друзья дорогие, Слово Божие говорит, Бог начинает искать нас. Мы иногда ищем Бога в наших трудных обстоятельствах жизни, мы иногда плачем, иногда постимся, иногда кричим, Господь, где ты? Господь, помоги. Господь, вот это вот мне надо, что происходит со мной, вот эти болезни, вот эти трудности, вот эти потери, это мне вообще не надо, почему это случилось? И мы с этими вопросами приходим к Богу, хотим получить какой-то ответ. Друзья дорогие, есть одна удивительная истина, когда не мы должны искать Бога, а когда Он начинает искать нас. Но поверьте, если Он найдет нас, Он разрешит все проблемы. А когда Он ищет нас, когда мы поклоняемся в духе и истине, истинных поклонников, вот таких поклонников ищет себе Бог, тех, чьи сердцем вполне преданы Ему. Друзья, если мы настроим себя проверять через вот этот краегонный камень свою жизнь, свое сердце, если мы настроим себя для того, чтобы поклоняться Ему в духе и истине и сердце свое тренировать, чтобы оно было вполне преданно Ему, сам Бог выйдет навстречу, чтобы найти нас, использовать нас в этой жизни. Давайте мы склоним в свои сердца и просто в молитве вознесем Ему наши молитвы, наши сердца, друзья, престол милости и благодати открыт. Он слышит нас, Он Бог отвечающий, мы можем приходить к Нему во всякое время, и приходящему к Нему Он не говорит нет. Аллилуйя! Господь, мы благодарим Тебя, благодарим Тебя за Слово Твое, сильно спасающее Слово, за Слово, которое имеет способность очищать нас, за Слово, которое может вытаскивать нас из разного рода ситуации, за Слово, которое может выправлять нас, за Слово, которое может исполнять все то, для чего Ты посылаешь Его, и оно не бывает тщетно в нашей жизни. Мы благодарим Тебя. Господь, благослови нас так строить на этой земле, чтобы это строительство было поставлено на основание, чтобы мы могли сверять, Господь, наше строительство с драгоценным краеугольным камнем, с Тобой, Господь, с Твоим Словом. Помоги нам, Господи, там, где мы какие-то имеем неправильные вещи, которые не славят Тебя, просто удали, очисти, Господь, и освободи нас от этого. Боже, наступает Новый год, и мы хотим, Господь, новую страницу, новую страницу в нашей жизни, Господь, начать с чистого листа, Боже милосердный, с чистого листа, пусть кривизна выправится, пусть понизятся холмы, Господь, в нашей жизни, пусть долы наполнятся, Господь, пусть просто правда будет торжествовать, и мириво правда будет в жизни каждого из нас во имя Иисуса Христа. Мы любим Тебя, мы отдаем Тебе славу и честь, мы преклоняемся Тебе, Царь царей, Господь господствующий в жизни нашей и над этой земле. Аминь.